Это у нас дают по 2-3 раза американцы. Посмотрите, какая женщина, все, 100%. Дали мне права, у меня муж вообще, я вообще ничего не понимаю. Заснулась дурочка, проснулся умная. Как мы красиво сидим, а можно с этой стороны начать? Какая черявенькая, такая хорошенькая. Вот немножко в воде искупалась, закочерявились, а она все переживает. Мы купались в горячей воде. Я зашла и думаю, может я описывалась, и мне злиться, что я в воде, я сама. Но вода просто горячая. Мы пришли на воздух, под такой жаре, и казалось бы, на воздухе было холодно. Скажи? Эй, лаки-дог. Хорош, конечно, вы с мужчинами. Я спросила, говорю, а что, вы поедете один, я это их собрала? Он говорит, нет, я за женой пойду. В прокопки за задом выезжаю, и у меня впилился грузовик. Я, конечно, испугалась. Я выхожу, мужики, они такие подвыпиваются. Ну, видно, что подумаешь, я думаю, вот так вот, мне. Я испугалась, потому что я подумала, что это моя вина. Они мне такие, давайте нам ваши права, мы запишем ваши права. И вот, понимаешь, я дала им права, дала свое, значит, все. Они такие, все, не беспокойтесь, полицию не надо вызывать, все, все. Я приехала домой, я не знаю даже, я думала, вообще полицию вызывают в случае смерти какой-нибудь. Я знаю, я никогда не водила машину. А мне Джерри говорит, да ты что, полицию не вызвала, ты понимаешь, что они автоматически были бы виноваты, потому что они выпившие. И они звонят вечером Джерри, говорят, нам нужны деньги, платите нам деньги. Ну, какие вам деньги? А почему полицию не вызвали вообще? Ну, и все, естественно, я платила за свой бампер. Ну, подумали, раз девушка такая, причем оклютая, но он, наверное, и, наверное, да. Вообще, обалденный, сейчас мне еще суп принесут такой. Это называется пиво с сыром, суп называется. Я его пробовала, очень вкусный. И на самом деле пиво с сыром? Да, пиво с сыром, очень вкусный. Напоминает немножко маму кашу. Когда мы с Любинском приедут, Саша с Наташей, мы обязательно сюда съездим. Еще недавно я познакомилась через одноклассники. И она родственница, как бы, мне оказалась. Евгения Федорова. Хочу привет передать вам, Женечка. Спасибо вам большое. Мы общаемся очень часто сейчас. А фамилия не скажешь, что она? Евгения Федорова. А Федорова? Я думала, Федоровна. Нет, Евгения Федорова. Вот. Пусть передает привет Миша своему супругу. Я его знаю, как бы, потому что работала раньше в баре-аквариуме. А вот, я знаю, что вы меня смотрите. Привет вам. Спасибо вам за все. И от меня. И от меня Евгения Федорова. Да, показывайте наши видео, ваши на работе у себя там. Мне к нам очень приятно, что вы... Ну, к сожалению, Наташа такая красавица уехала. Нам очень приятно, что вы смотрите там все. Пусть подписываются к нам на канал. А вон нам уже несут, смотри, какую вкусняшку. Ну, хлебушек такой вкусный. Ты пока рассказывала, я ела. Ага, вот он суп. Вот суп пива с сыром. Сакрадо падлай. Пиво с сыром. Просто сыр в горячем пиве, вот и все. Не, ну, как-то не чувствуется такого пива. Мне принесли, ой, какая вкуснятина. Это называется морские гребешки, горячая картошка печеная. Ну, Наташа мне в полынку заберет, потому что я не осилю. Итак, еще одна самая замечательная история из жизни Наташи. Вообще супер. Я так чувствую себя неловко, как будто, знаешь, на камеру рассказываю вроде как. А забудь про камеру, все. Смотри, на меня камеры нет. Да, я люди рассказывала с мужем, они смеялись, как гадали, как я училась водитель. Ну, как я сдавала на права сначала. А вот здесь же сначала, как на России так же, да, сначала дают права, чтобы ты мог водить на машине с кем-то. А потом, вот, я приехала, короче, в Америку без английского абсолютно. Знала только yes, no way. F-word. F-слово. И все. Вот. Ну, я думаю, как мне сдать на права, потому что ничего в Монтане нет, ни транспорта, ничего. Сижу на крыльце, как старуха. Смотрю налево, смотрю направо вообще. Ну, делать нечего. И тем более в Монтане там никуда пойти. Причем я когда приехала в Америку, прилетела, у меня уже была своя машина. Мне муж первой жили, купил машину Ford Mustang, новую, абсолютно 2000-го года. Новая, все вообще, шикарно. Машина моя, а водить не умеет. Думаю, надо чего-то делать. Английский учить, ну, долго. Что, два года буду ждать, думаю, и сдать я не хочу. Пошла в интернет и стала искать, значит, водительские права в Монтане. И там, значит, такой... Thank you. You're welcome. First, the house seller. Thank you. For me. Thank you. You're welcome. О, хорошо. Ну и нашла там, короче. Там вопрос, четыре ответа. Вопрос, четыре ответа. В общем, четыре... Ой, сто вопросов. И каждому четыре ответа. И вот я играю всю ночь, значит, вопрос. Прочитать вопрос не могу. Не знаю, о чем вопрос. Вопрос вроде как. Выберу там какой-нибудь ответ, напишу. Неправильно. Ответ такой-то. Следующий. Неправильно. Там тебе три варианта ответов давали. Да, и три варианта, по-моему, да. И вот я, значит, так вот играю, играю, всю ночь играю. У меня муж просыпается, а я говорю, я готова сдавать на право. А вот как готова? Я говорю, я готова. Он говорит, ну как ты, ты что-то, ну как где ты учила? Я говорю, ну как, я вот учила по интернету, говорю, я готова. Он меня туда отвез. Мне дали, значит, бумажку, там не по компьютеру, бумажку дали. Ну я, значит, такая смотрю, знакомый ответ. Ну вот, я запомнилась как картинка. Зрительно, зрительно, да. Знакомый ответ. Раз, два, что мне терять? Медиа, одни, что дай, или нет, правильно? И все равно отмечала то, что видела. Мне говорят, сто процентов. Вы, говорит, вы учили хорошо, говорит, молодежка. Ты когда-то рассказывала, как стали, чтобы восхищаться, нифига, нет, такого никогда не было. Да, и женщина говорит, у нас сдают, говорит, по два, по три раза, американцы. Посмотрите, какая женщина. Все, говорит, сто процентов. Дали мне права, у меня муж вообще, я вообще ничего не понимаю. Заснул дурочка, проснулся умная. Вот. И, значит, дали мне это права, чтобы я могла водить машину. Джерри сидит рядом, он меня, значит, учит. Мы с ним водим. Я не знаю, что-то раза два поездили мы с ним раза два. Он ехал на работу, я думаю, сяду-ка я на машину, да и поеду. Готова я сдавать на права. Кое-как доехала до этого, значит, в кортхаус там у них такой есть. Я говорю, я готова сдавать. Женщина подошла, говорит, ждите передние фары, задние фары. Ну, я это вот поняла, я, значит, включила. Выключила. Она села и говорит, поехали вокруг школы. И вот мы вокруг школы, значит, проехали два раза. Я остановилась. Она сидит. Два раза. Да, она сидит вот так и говорит мне. А вы знаете, что вы проехали два раза на стоп-сигнал? Я говорю, нет. А вот такая. Это окей, я гону белки. Типа, будет все хорошо. И дала мне права. И вот я, значит, приехала. У меня муж пришел с работы, а у меня права на руках. Говорю, я могу ехать. И я выехала в город, милые мои, и все водители. У меня подруги смеялись. Говорят, каждый водитель друг другу уже звонит. Она выехала, осторожно, она на здоровье. Потому что вообще я ничего не понимала. Куда мне на линию, куда там красный свет, зеленый свет. Мне за них все сигналят, а я боюсь ехать. Думаю, ну как я поеду, впереди машины стоят. А вдруг они на меня. Я не знала, что такое зеленый свет. Ужас. И, в общем, я вот так поехала. И вот так вот я ездила туда-сюда. Со мной боимся. Я приехала, я ехала за Артемом в школу. Мне Артем говорит, мама, не приезжай за нас, пожалуйста, больше. А, говорю, а что? Да потому что ты едешь, говорит. А у меня все друзья, говорят, а это кто едет? А я вот так. Говорит, я сам. Скажи, где ты на зеленый свет стояла. Да, надо поворачивать на зеленый свет, а так как я первая. Я не знаю, когда мне поворачивать налево. Сзади меня сигналят. Вот так вот показывают. А он, значит, зеленый, желтый, красный. Зеленый, желтый, красный. А я стою, я боюсь ехать. Потому что я не училась. Вот я приехала сюда, кстати, в Холинду. Я нашла людину книжку. И по книжке выучила права. Вот как бы. Сейчас уже прошло время. Сейчас уже все знает. Лучше, чем векло. Но вот так вот смешно получилось, что я ехала к своей подруге в Монтане. Она говорит, ты ко мне приезжай. Я, значит, знаю адрес, еду. А на дороге написано «экзит». А я не знаю, что такое «экзит». Еду. И смотрю. «Welcome to Wyoming». Я в другой штат въезжаю. Я реву. Я не знаю, что мне делать. Я остановилась вообще на краю. Стою, плачу около машины. Какой-то я остановился. Я говорю, что с вами. Я говорю, я не знаю, где я нахожусь. Я потерялась. Я просто так вот позвонила через его телефон. А, ему дала с подругой поговорить, потому что она английский знала. И он объяснил, где я. И она приехала ко мне. И я не могла понять, как она меня нашла. Как она меня нашла. Я была так далеко. А съехать дороге же как? Ну, черт. Ты думала, что дорога где-то закончится рано. Я думаю, как же мне развернуться. Я проезжаю, помню, ее дом. По скоростной. И вот тут написано «экзит». А я мимо «экзита» еду. Я думала, я как-то развернусь с другой стороны. Ну, в общем, кошмар какой-то. Молодец, конечно. Ну, артистка. Больших и мало. Меня Джей до сих пор вспоминает. Вдруга мне первый муж звонит и говорит, «Никогда не забуду, как я воемлен въехала». Или «Битлз», или это, или, я подумаю, все. Ходячий анекдот.